1 сентября – долгожданный день для всех. Для одних этот день – шаг в будущее, а для других – способ вернуться в школьное прошлое. Этот день, особенно для первоклашек, самый волнительный и запоминающийся. Традиционная линейка, посвященная Дню Знаний, состоялась в Самогалтайской школе номер 2. Стоит отметить, что школа построена 40 лет назад. Все эти годы здесь не вели капитальный ремонт. И вот, наконец, обновленная школа готова принять своих учеников и педагогов, которые долгое время ждали этого дня. На ремонт здания школы было выделено более 32 миллионов рублей. Все кабинеты получили доски магнитные, шкафы, парты, стулья и оборудование для каждого учителя. Это у нас автоматизированное рабочее место. Каждому учителю это блок, монитор, оформленное рабочее место. Также получили оборудование в столовой. Это у нас плита шестикомфортная и шкаф двухстворчатый, жароварочный. Самое удивительное то, что наш подрядчик пошел навстречу и выполнил очень много работ, которые не вошли в нашу проектно-смертную документацию. Это построены два септика для туалета и для столовой отдельно. В здании светло и чисто. Установлено новое оборудование. Капитальный ремонт прошел благодаря федеральному проекту. Колоссальные изменения. 27 школ республики одновременно из 175 серьезно обновлены. Обновлены полностью. Не только ремонт, но еще и мебель и оборудование заменено. Кроме того, у учителя и школьной команды прошли повышение квалификации. Очень важно. Подрядчик начал работу в мае месяце и завершил работу в срок 5 августа. Работа не из легких, но тем не менее с поставленной задачей справился. Обычно строительство, ремонт. Особо сложности здесь нет. Единственная, конечно, логистика. Вот что сказала. Материалы везти. Здесь какие-то сложности были. Ну и надо было, конечно, постараться, чтобы бригады нормальные сюда выехали. Все-таки это как бы вахта считается. В основном люди хотят работать в Козыле возле дома. Но в этом плане только сложности были. А так сроки, в принципе, нормальные. Три месяца нормальный срок, чтобы закончить такой ремонт. Глава ТУВИ провёл открытый урок у старшеклассников. Владислав Хавалык отметил, что для него это особенный день, так как он сам, хотя и недолгое время учился в Самогалтайской школе. Глава пожелал школьникам успехов в предстоящем учебном году. А учительский состав подготовил для главы музыкальный номер. Глава отметил, что ремонт сделан качественно. Работе дана высокая оценка правительством и Министерством образования республики. Пообщался не только с педагогами, но и с учениками. Мне было интересно, какие профессии они уже есть и выбрали, то почему эти профессии выбрали. Я, в свою очередь, рассказывал, востребованность к тому моменту, когда они закончат вузы, какие работы, какие предприятия в этом направлении будут работать. Безусловно, в нашей социальной сфере это учителя, врачи. Они будут всегда нужны. И нужны будут и юристы, и инженеры. Я останавливаюсь только на таких профессиях, которые сейчас будут очень востребованы в области добывающей промышленности. Потому что сейчас начинается разрабатывать очень много месторождений полезных ископаемых. Нам нужны будут маршейдеры, горные инженеры, в том числе и работа, которая будет работать на тяжелой технике. По данным Министерства образования Тувы, в этом году за парты сели почти 8 тысяч первоклассников. Инна Клаян, Буян Магуш, Софья Сая, Тува-24, Тесхемский район.